Великобритания расширила санкции против россияно-российских компаний. В списке, обновленном 13 июня, оказались сразу несколько организаций, работающих в Арктике. Так, под британскими санкциями теперь находится Мурманский СПГ. Эта компания входит в Новотек, реализует проект по строительству СПГ-завода в Мурманской области. Новотек Мурманск, отвечающий за строительство крупнотоннажных морских сооружений в Мурманской области, также оказался в санкционном списке. Еще одна компания с северо-запада, попавшая под британские санкции, зарегистрированная в Архангельске «Экошиппинг». Она зарабатывает на морских перевозках, в том числе по Северному морскому пути. Развитием СМП занимается и «Русатом Арктика», дочерняя компания госкорпорации «Русатом». Эта организация, созданная в 2023 году, теперь в санкционном списке рядом с компанией «Современный арктический транспорт СПГ». В общей сложности британский санкционный список пополнился семью физическими лицами и 35 компаниями, в том числе из Китая, Сингапура, Объединенных Арабских Эмиратов, Израиля. Обновление санкций США, вышедшее накануне 12 июня, было гораздо шире. В него вошли сразу 230 юридических и физических лиц. В новом списке также указаны работающие в Арктике предприятия «Мурманск СПГ» и «Мурманск Трансгаз». Связанные с «Новотек» проекты уже попадали под западные санкции. Так, под санкциями уже находится «Арктик СПГ-2». Ограничения в сфере энергетики, накладываемые на Россию, последовательно ужесточаются. Так, в Европе обсуждается полный запрет на переправку жиженного газа из России через европейские порты. Также санкции бьют по морским перевозкам в Арктике.